Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Мы отбрасываем в сторону свои клубные предпочтения и говорим только два слова. Сборная России. Ну и можно добавить еще на чемпионате мира. Домашнем. В 2018 году стартовал чемпионат мира. Я думаю, что многие болельщики, миллиарды болельщиков во всем мире видели открытие. Выделили первый матч этого чемпионата, в котором принимала участие сборная России и Саудовская Аравия. Сейчас заканчивается первый тур для всех групп. Есть уже определенные результаты, есть сенсации, есть интересные матчи. Есть достаточно скромные и не очень яркие. Но тем не менее, мы можем смело говорить, чемпионат мира в России стартовал. Об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Евгением Ворониным и Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что, поздравляем нас? Да. Евгений, ты был одним из тех, кто говорил, что не нужен нам этот чемпионат мира, что слишком большие финансовые затраты. Насколько они сейчас окупятся в эмоциональном плане болельщиками, всеми теми, кто приезжает нам в страну, ну и, соответственно, нами россиянам? Ну, не знаю, сколько они окупятся финансово, а эмоционально-то, да, естественно, это все окупается. Можно посмотреть репортажи, которые идут по общедоступным каналам, да, можно увидеть, как приезжают болельщики в нашу страну, радуются, болеют, поддерживаются. Как вот мексиканцы на Никольской улице, там вообще просто карнавал событий, да. Вот это вот, вот только ради этого можно стоит просто проезжать в Москву, даже если у тебя нет билета, но быть участником, соучастником этих событий, это просто прекрасно. Поэтому я, может, даже, у меня как получилось вырваться, да, ну вот я, допустим, тебя приглашаю, да, мы давай, может, в среду вечерком съездим в центр Москвы и просто погуляем, походим, посмотрим. Замечательное предложение, я думаю, что наши телезрители, многие, кто смотрит сейчас нас, побывали в местах, где действительно очень и очень много болельщиков, какая-то просто сказочная, праздничная атмосфера. Сергей, я знаю, ты был на европейских соревнованиях, скажи, можно ли сравнить вот эту атмосферу большого футбольного праздника там в Европе и здесь у нас в России, и насколько все это действительно объединяет людей? Ну, конечно, можно сравнить, это футбол объединяет, тем более сейчас где-то процентов 70-80 болельщиков, процентов от болельщиков, которые приехали, которые у нас болеют, они, в принципе, я думаю, футбол-то не смотрят клубный. Это конкретно люди, которые болеют за свою страну, да, патриоты какие-то приехали. Еще хотел по первому вопросу добавить, спросил у Жени, Женя ответил про эмоциональную составляющую чемпионата, что вот эмоции, карнавал, все такое. Я бы хотел вернуться к первому вопросу, к экономике, потому что я не согласен с Евгением, что, да, прибыльных сейчас нет чемпионатов, я думаю, в последнее время, которые были. Конечно, они какие-то немножко убыточные, но у нас появились новые стадионы, шикарные стадионы. То есть, даже тренер хорватской сборной говорит, у нас вообще ни одного такого в Хорватии нет, ни одного, ни для сборной, ни для клубов, ничего. Появились дороги, аэропорты, инфраструктура, вот из Саранска был репортаж, они, сами жители говорят, у нас такого не было, что у нас очень чистый город стал, все прили в порядок, какие-то появились новые культурные центры. То есть, чемпионат мира надо проводить в России каждые 4 года, и чемпионат мира по футболу, по футболу, но минус нас команд не хватает для таких стадионов. И не забываем, по мотоболу. Да, по мотоболу, да. Скажи, пожалуйста, мы все прекрасно понимаем, да, мы все живем в открытом социуме, не самые легкие, скажем так, отношения у нас и с мировым сообществом, с европейским сообществом, да, были перед началом какие-то провокационные темы о стычках болельщиков, о непризнании болельщиков, да. На твой взгляд, вот сейчас уже неделя прошла, ну, чуть меньше, да, недели прошло, мы ощущаем, на твой взгляд, вот эту истерию, которая была перед чемпионатом? Ну, мы все, я думаю, можем легко ответить на этот вопрос, что этой истерии нет, потому что обычные болельщики, они приезжают в Россию, они напуганы разными небылицами, которые про Россию говорят, они приезжают, этого не видят, они видят европейскую страну с европейским отношением, и с инфраструктурой чемпионата, которая, думаю, закроет все предыдущие чемпионаты. Полный кайф на это смотреть. Тем более, Илья был на матче. Это мы сейчас, да, это мы сейчас обязательно обсудим. Ну что ж, мы поговорили о таком общем фоне, да, чемпионата мира. Конечно, мы все желаем победы нашей российской команды, учитывая, что первый результат в день открытия чемпионата мы этот результат увидели, и он оказался весьма достойным. Хотя были скептики, которые говорили, да что светит нашей сборной на домашнем чемпионате мира. Давайте этим скептикам еще раз покажем, как сыграла сборная команда России со сборной Саудовской Аравии, и как после этого на следующий день сыграли Египет и Уругвай в этой же нашей отборочной группе. Итак, друзья мои, сразу после этого матча, да, известный лидер группы Чаев, автор песни «Какая боль, какая боль», Аргентина-Ямайка 5-0, да, и он уже сразу пропел, какая, нет, что-то связано тоже, да, как хорошо, как хорошо, Россия-Саудовская Аравия 5-0. Жень, мы с тобой смотрели этот матч, мы ругались на нашу сборную, там, первые, не эфирные слова, как мы ругались, до матча, да, во время, и до, и во время, да. Ожидание, вернее сказать, результат произошел, ожидание наше? Да, пожалуй, да, пожалуй, не ожидал, что так получится, что мы сыграем и забьем столько мячей. И, скажем так, при непосредственной игре все-таки, игру, которую показала сборная, мне, честно говоря, не понравилось. Это тоже был матч, грубо говоря, с Турцией, продолжение матча с Турцией, где-то примерно доатаковали, но то все, что могло залететь у нас залетело, это только что положительный результат. Просто посмотрев другие матчи, на уровне этого, наша сборная примерно, это, ну, не Коста-Рика, но Корея, наверное. Ничего себе оценочка. Сергей, согласишься, нет ты с оценкой Евгения о том, что игра нашей команды была не самой лучшей, но результат, как говорится, на лице? Ну, отчасти да, потому что игра-то такая, у нас и проблема, она вывела проблемы, не вывела, они продолжили все эти проблемы в обороне, проблемы с атакой. И за счет индивидуальных действий таких игроков, как Головин, Черышев, Дзюбов... Не все, пожалуй, и больше никого не зависти победу, да, потому что... Ну, а как, Окинфеева не вспомнить? Не, Окинфеева. Да, Окинфеева мог не уходить вообще. Он мог вообще не уходить, этот мать. Он коснулся мяча за это? По-моему, один раз. Когда выбивал мяч от ворот. Окинфеева, да, вспомним мы. И поэтому соглашусь, Евгений, потому что, ну, посмотрим с Уругваем и с Египтом. Да, Египет, да. Египет тоже будет лакмусовая бумажка, да, тем более Салах выйдет, вернемся надо, да, к этому предыдущему матчу. Вот индивидуальные действия, да, игроков. Мне понравились, игроки как индивидуально играют, но вот командной игры пока, да, действительно, хочется что-то увидеть такое. Интереснее. Илья, скажи, пожалуйста, конечно, мы как болельщики можем говорить об эмоциональной составляющей, да, насколько у игроков горят глаза, насколько они бьются и рвутся к победе. Я не увидел этого, честно говоря, в глазах российской сборной, но, тем не менее, результат есть. Да, три очка, пять забитых мячей. За счет чего сборная команды России сможет продолжить и дальше такую победную поступь? Вы знаете, наша группа похожа на группу 2002 года, я бы сказал, когда мы в первом матче обыграли сборную Туниса 2-0. Примерно похожи были игры, когда матч очень легко удался. Правильно, вот Сергей и Женя сказали, что ну все залетело, да, что-то побежал сравнивать этот матч с матчем Бразилии-Германии на прошлом чемпионате мира. Да, да, да. Ну, трудно оценить, потому что что из себя представляет Египет, пока не совсем понятно. Без Аллаха, по-моему, ничего особенного. Уругвай тоже грандом футбола, к топ-10 я бы ее не отнес. Но для России это еще сложно, потому что любой, кто спортом занимался, знает, что первый матч всегда здорово играть сильным соперником, после которого ты разносишь слабого. А если ты легко играешь первый матч со слабой командой, а потом играешь с более сильными, а у нас так получается по нарастающей, то эти матчи обычно складываются очень тяжело. Трудно что-то сказать, будем смотреть завтра, и тогда, может быть, какие-то предварительные оценки после второй игры сможем. Еще вдогонку как раз 86-й год. Кто помнит, ну я-то помню. Ну я-то тоже помню. Мы с тобой помним. 86-й год, чемпионат мира в Мексике. В Мексике, да. И там сборная СССР 7 или 8-0 в Венгрию выносит первый матч, помнишь? Да, 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 конечно. Там болтачи такую, баль там забивают, сумасшедший гал. А потом уже все, да, сборная сдувается, и до свидания, уезжает с чемпионата, не выйдя из группы. Ты знаешь, как у нас, сколько мы смотрели там чемпионат мира, да, у нас первая игра это эйфория, да, вторая игра это надежда, да, а третья игра, наверное, ну мы так и знали. Главное, чтобы так не получилось в этом чемпионате, я думаю, что игра... А вот действительно, показалась нервозность, но хотелось бы все-таки сказать, я сам знаешь, как и отношение к сборной у меня, да, не самое лучшее, да, но высказывания, которые были в средствах массовой информации от знаменитых людей и даже всяких, скажем так, комедиантов, да, которые пели в... не во слава, а в унижении нашей сборной, но это просто мне настолько было неприятно, это смотреть и слушать, да, которые в футболе не занимаются, не разбираются. Они даже, вот каждый человек, не буду ругаться, да. Это называется хайпануть. У этого человека спроси, назови трех игроков сборной России. И он не назовет, а вот в телевизор влеть, да, и поймать хайп себя на современном... Можно еще, вы вспомните, как после поэфира первого канала, по-моему, как только закончилась игра, и сразу пошла речь о том, что о головине, потому что все, Ювентус, Барселона, и было включение с головиной, и он слышит, а там просто наушник выбрось, и ушел. Ну, он сказал, что он не слышал. Ну, на самом деле, он слышал. Мне это понравилось. Молодец. Мне тоже понравилось. Если он слышал, ушел в футболе. Потому что эфир другого канала, в отличие от телеканала Видное ТВ, они не способны на то, чтобы даже из игры России и Саудовской Аравии сделать какое-то супер вселенное событие. Хотя, в общем-то, да, и мы об этом говорим, и вы можете также присоединиться к этой теме. Телефоны вы видите на своих экранах, что сборная команда России не показала игру, которую мы говорили, что это какая-то надежда на выход во второй игру. Кое-какая игра немножко появилась. Давайте немножко к игре действительно вернемся. Травма от Загоева, да? Дай бог здоровья, да, парень, кажется, жалко. 20 сколько он сыграл минут. Неизвестно, продолжен чемпионат он не продолжит. Но игра-то поменялась, ты понимаешь? Немножко перестроение произошло в атакующей линии, да? Тот же Черышев начал нагнетать. Ну, Головин это отдельная тема. Молодец, да. Потом с выходом Дзюбы даже убрали никакого Смолова. Ну, давайте честно скажем. Никакой. Мертвый. То ли он не попал. Скажи слова Андрея Маласолова, нашего друга, нашей программы. Как он написал во время матча про Смолова? Не попал он в игру. Нет. Это не театурный? Нет, не театурный. Ну, что-то он написал. Ну, то этот футболист из Каракума пришел. В какой пустыне он учился играть в золу? Может быть, он себя еще проявит. Мы не знаем, как Черчесов какой состав выставит. Может быть, он действительно опять поставит. Ну, почему? Мы опять же рассказывали перед матчем, что, скажем так, оборонительный состав он выставил в Савдусской Аравии. Почему не выставить двух нападающих? Женя, мы с тобой спорили об этом весь первый этап. Смотрите, оборонительный. Давайте смотреть. Олег Правда. Жирков, защитник левого, оборонительный. Фернандес, правый защитник, оборонительный. Больше ватаки. Загоев, Головин, Господи, Смолов. Кто у нас там еще? Газинский. Игнашевич, опять-таки. Человек, которому первый пас сразу в первую линию дает. Первую линию? А что? Вратарскую. Вратарскую. Свою. И это оборонительный состав? Нет, нет, согласен с тобой. Состав атакующий почему-то. Да, Газинский, понятно, это в оттяжке. Но все-таки впереди. Не, ну, хорошо, что он. Загоев, Загоев, Смолов. Вот это плюс сборный, что Газинский выпустил. Головин, Фернандес, Жирков. Это не Кудряшов. Чистый защитник. Но в два нападающих было интереснее играть по схеме. Ну, куда его? Хорошо. Ну, давайте вместо Кенфеева, по крайней мере, точно. У тебя Смолов уходил. Ты же видел, Смолов уходил к центру поля за мячами. Почему у него игра-то не вышла? Он не играл на острее, как Зюба потом вышла. Он просто с толпы играл. Он в атаке там и не уходил практически за центр поля. А Смолов возвращался, искал, уходил влево. С левой стороны сутолку создавал. А сколько раз он с Загоевым столкнулся? Вот я Олегу сказал даже. Мы с ним обсуждали. Вот эта травма, она, может быть, и пошла в плюс сборной. Потому что убрали Загоеву. И Смолову как-то немножко свободнее стало. И потому что Черешев, он уходил, он в крае играет постоянно. Да, правильно. А Головин сместился в центр. И Головин, он, как более умный игрок, он, наоборот, стал раздавать пасы, а не мешаться. Когда летит мяч в штрафную, они сколько раз они столкнулись. Там, я удивился, там перекрестные. Да, перекрестные получились. Они бегут друг на друга сразу за мячом. И это было в минус сборной. Понимаешь, это сборная страдала из-за этого. А потом более-менее как-то все... Согласен, согласен. Ну, давайте подведем небольшую игру, потому что хочется поговорить еще и о других сборных. В принципе, да, мы довольны результатом. 5-0, стартовая победа сборной команды России. Многие скептики, как говорится, прижали свои языки. А может быть, их точат, что называется, до поры до времени, чтобы рассказать о других матчах сборной команды России. Как мы уже сказали, Египет, Уругвай 0-1. Да, Уругвай выиграл, на последних минутах забили. С турнирной точки зрения, это все-таки не очень хорошо. Согласны? Почему? Обе команды потеряли бы два очка. У всех было бы по одному, у наших три. Я не соглашусь. Главного конкурента они-то вознули нас за Египет, да, допустим? Так что, ничья с Египтом уже практически выводит нас в одну восьмую. Да? Да. Ну что ж, я поверю, вы же все-таки специалисты, эксперты. Ну и давайте посмотрим турнирную таблицу, которая образовалась после первого тура в нашей группе А. Россия занимает чистое первое место за счет больше забитых мячей. Уругвай на второй месте, ну и Египет и Саудовская Аравия, неудачники первого круга. Но, как говорится, все, следующий тур может абсолютно точно изменить. Ну а сейчас давайте посмотрим те результаты матчей, которые уже прошли, состоялись. И уже о них мы будем говорить, обсуждать, что понравилось, что не понравилось. И к чему мы, так сказать, еще, чего мы еще ждем. Итак, Марокко-Иран, наверное, не самая большая вывеска на этом чемпионате мира. Подожди, давай тормознемся в минуточку. Там Иран не нанес ни одного удара в створу. Да, да, да. И выиграл 1-0. Да. Португалия, Испания, пиршество, украшение, бомба 3-3. Франция, Австралия. Франция, на мой взгляд, подтверждает, что она один из фаворитов. Это сборная. Аргентина, Исландия 1-1. Перу, Дания. Тоже не самая большая вывеска 0-1. Хорватия, Нигерия 2-0. Коста-Рика 0-1. Сербия, Германия, Мексика, наверное, самая большая неожиданность. Ну, и Швеция, Корея 1-0. И совсем недавно, вот только что, несколько минут назад, закончился матч Бельгия-Панама. Да, со счетом 3-0 Бельгия победила. Я, друзья, перед эфиром сказал о том, что заметили ли они какую-нибудь особенность первого круга. И мы пришли к мнению, что единственная команда, которая проиграла из европейских команд, это команда Германии. Все остальные очки набрали. Сергей, это о чем-то говорит или просто это сухая статистика? Ни о чем не говорит. Вот мы только что обсуждали матч России с Саудовской Аравией, да. У нас практически влетело все, да. А там, ну, Германия, ну, столько шансов было, столько моментов, столько... Ну, не везло просто команде. Но очки потеряли. Очки потеряли. Счет не по игре, но очки потеряли, да. Давайте вспомним о том, что Германия не набрала, или, правильно сказать, проиграла, проиграла свой первый стартовый матч, если мне память не изменяет, впервые с 82-го года. Бразилия не выиграла свой матч с 1978-го года. Сможете представить, какие рекорды? Аргентина не знаю по этой статистике, но сам факт. Ну, давайте поговорим. Португалия, Испания. Шесть забитых мячей. Пенальти, штрафной, гол с игры. И все это ужасно и великолепно. Жень, это твой любимчик. Нет, это мой нелюбимчик как раз. Это мой нелюбимчик, но отдать должное, что человек сделал... То есть, Серхио Рамос? Ты не любишь Серхио Рамоса? Нет, я люблю Сергея, но Игнашевича. Сергея Рамоса. Надеюсь, Криштиан действительно просто великолепный игрок. Ничего не могу сказать. Хоть и моя нелюбовь к нему, да, вот как поболевщик у Барселоны, а он игрок Реала, да, но мне ближе Месси, наверное. Ну, я говорю, что просто феноменально. Вот я говорю, что у каждой сборной есть по своему главину, да? Можно вопрос, Алис? По своему главину, а не по своему Роналу. Да, ладно, так точно, по своему главину. Можно вопрос всем вам, всем Толстудии? Вот у вас было ощущение, когда матч уже заканчивался, чтобы не заканчивался, чтобы еще полчасика продолжался? Конечно, конечно. Такое сложение. Вот театр, да, сидишь и смотришь, и маша торваться. Когда португальцы забили третий, да, я прямо вот, ой, а может, еще четвертый будет, и сейчас потом 4-4? Не, ну, интересно, интересно, да. То есть, такое потом ощущение было, прям, я не знаю, просто на одном дыхании. Это матч открытие, по большому счету. Любили футбол, да. Если по футбольному, если говорить. По футбольному, да. Если говорить, пиршество какое-то, да. Да. Илья, Евгений любит. Криштиану Роналду больше, чем Реал Магрид. Футицкая. Ну, это уж навряд ли. Ну, разве один человек сможет вытянуть команду? Да, пускай он, это Криштиану Роналду, сможет он вытянуть команду. Самым большим вершинам. Ну, очевидно, что... Ну, смотрите, вот есть, извиняюсь, что я опять приду к баскетболу, там есть игрок довольно известный, Леберон Джеймс. И лучший игрок мира. Во-первых, вот он человек, который гений. Вот мне почему нравится Роналду, например, в сравнении с Месси. Тем, что Месси гений ему дано, а Роналду он трудно все заработал. И он в этом плане мне импонирует, как и очень многим любителям футбола. Потому что он как бы обычный человек, который добился такой... На самом деле, его любят все, кроме Евгения. Он единственный болельщик во всем мире, который не любит Роналду. По поводу чего может добиться команда, имея такого лидера одного. Как будто бы, хотя на самом деле у Протогали достаточно хорошая команда собрана. Вот и Леберон Джеймса. У Кириленко как-то спросили, что будет, если Леберон Джеймса дать команде любительской лиги пятого чемпионата России. Сможет ли эта команда побороться за чемпионство в высшей лиге? Ответ Кириленко был очень серьезный. Говорит, да, я думаю, они бы поборолись. Такой уровень игрока, уровень настолько высок, настолько сильнее, чем все другие игроки, что он бы позволил команде... Кто португальцам есть, кто помогает, будет помогать Криштиану Роналду? Как у них по сборной, если по общему составу? Будут тянуться, конечно. Конечно, я думаю, будут. Не, ну смотри, мы даже если смотрим чемпионат Европы, да? Нет, потому что в случае выхода, если мы попадаем на Португалию, как мы будем обыгрывать Португалию? Только Роналду убирать. То есть выпускаем Кудряшова, делаем размены, красная карточка удаления и скорая помощь. Также, думаю, с Египтом надо, с Салахом так же тоже самое. Выпускаем того же Киришова, он пропускает матч с Торугварием, и следующий матч играет с Португалией. Олег, а скажи, пожалуйста, а Португалия была ли чемпионом Европы? Не так давно. А за счет чего? За счет Криштиан. Не, но он в финале не играл. Ну, как не играл? А чемпион играл? 12 минут. А потом он видел, как бегал? Как тренер, тренер даже не успевал за ним. А с Испанией, каков личный вклад Криштиана Рональда в счет 3-3? Было ли он вообще? Да, конечно. Ни одного вклада не было просто. Хорошо. Испания. Человека назвали... Испания. Ты любишь Испанию. На Мадейре назвали аэропорт в честь Криштиана Рональда при жизни. Согласен. Кстати, с Мадейрой, с этого острова и другой еще выдающийся футболист, это Мигель Дани, который играл в Динамо. Извините. А как Мигель? Дани. Я не знаю. Ну, ладно, бог с ним. Хорошо, Испания. Испания. Ну, Испания, это уровень, как Германия. Давай сейчас Германию обсудим, так же Испания. Германия проиграла. Ну, какая разница. Германия все равно выйдет и будет, я не знаю, дойдет, может быть, до финала, до полуфинала. Но Германия дойдет, я думаю. Так же Испания, она одна из сильнейших команд. Тоже претенет на золото, либо на финал, на полуфинал. То есть Испания свой уровень держит. И сыграли они в свою силу, могли выиграть, могли проиграть. Хорошо, давайте обсудим матч Марокко-Иран, потому что это, на мой взгляд, одна из самых интересных. Что такое, не прошла шутка? Кстати, я с кем рассказал, что команда выиграла, не сняли ни одного удара, поворотов. Там же автогол был. Команда выигрывает, извините, мир. Это вообще. В Иране праздник, Олег. Там сколько баранов. Ну, почему бы и нет. Хорошо, давайте поговорим о Германии и Мексике, потому что действительно тот праздник, который устроили мексиканские болельщики в Москве, а что они устроили в Мехико, где системологическая служба, станция зафиксировали примерно 3-4 по шкале Рихтера землетрясения. Я сейчас как раз ехал на машине, да, я слышал, что говорят, что да, действительно такое может быть, если там большое количество людей и рядом находятся сейсмические станции, то колебания возможны. То есть, представляешь, сколько там народ везет. Болельщики это призашки. Нет, они это умеют. Причем еще до мальчика. Помните, что до мальчика мы обсуждали, что мексиканцы вообще приехали, во-первых, каким-то большим лагерем вот таким вот, да, и просто у них феерие. Люди продавали квартиры, потому что, извини, путешествия из Мексики в Россию не дешево, тем более не все летели рейсами прямыми, летели там через несколько аэропортов. Приезжают семьи. Через Австралию. Да, 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 это, конечно, молодцы, молодцы. То есть, на первое место кого ставить, среди болельщиков, это Мексика, конечно. Однозначно. Пока вот сейчас. Да, да. Но вахарватов не видели. А? Вахарватов еще не видели. Вахарватов приват. Подожди, в Анклаве там, они там лучше. Хорошо, давайте, раз уж мы начали, давайте поговорим о Хорватии, тем более, Хорваты и Нигерии обыграли, на мой взгляд, достаточно легко. Обыденно, что ли, да? Отпускай расскажет. Ну, ничего не показало. Отпускай это расскажет. Лер, ты был на этом матче, ты слетал в Калининград, ты оказался просто в числе болельщиков, которые своими глазами на стадионе видел матч чемпионата мира, в отличие от нас, который еще пока не посмотрели ни одного матча. Но все у нас впереди, потому что у нас билеты на финал. Нет, мы посмотрели все матчи, но не на стадионе. Расскажи, в Калининграде. Калининград, отлично. Я понял, что ты приехал и сразу пересел на другую платформу. А кто отправил Ленинграду? Хорваты. Хорваты отправили где-то назад. Матчем перед началом игры, как вы, может, видели, кто, может, в Москве был на стадионе, выходите в баню. Игорают песни, не гимны, а песни, как бы, ну, просто футбольные гимны, неофициальные, которые выбрали болельщиков. Так вот, перед матчем хорваты, их было порядка 20 тысяч, наверное, потому что достаточно удобно было. Смопонзавод они, наверное, есть? Нет, я предлагаю всем включить песню, кто будет в интернете, потом песня называется «Серце...» Красавица, склонная к изменению. Все перебивай уже. «Серце ватрына» и просто увидеть, и вот не надо слов. Вот Игорь Некрасов, если будет смотреть, он же знает хорватский. Он как раз это... Это очень красиво. А дальше шла песня нигерийская, и хорваты пели нигерийскую песню. Ну-ка, давай нигерийскую. Я не смогу, я и хорватскую не знаю. Но это класс. Но атмосфера вокруг. Стадион, как расскажи стадион. Стадион мне очень напомнил питерский. Он в два раза меньше по численности, но в чаше такого не ощущается. Полное ощущение, что ты сидишь в Крестовском, в котором я ездил на финал Кубка Конфедерации. Отличный стадион. Ну, россияне опять сжались. Выдали даже больше, чем надо, раз в десять. Потому что порядка пяти-шести живых коллективов работало только на подъезде к стадиону. Уже на финале доставлено. Ну, это просто не передать. И как логистика была, красная линия, которая вела по всем достопримечательностям по городу. Прямо нарисовано на асфальте. И прям расписано, как нужно идти, чтобы за минимальное время все увидеть, что нужно в Калининграде. Ну, одним словом, просто... Стадион был полный? Полный стадион, 31 тысяча. Приместимостью привел к 32. Потому что, помните, в Екатеринбурге матч был. В FIFA объяснили. Да, ну, говорят, там вроде бы кто-то не пошел. Но, можете себе представить, пять тысяч болельщиков просто решили в этот день не сходить на футбол. Может быть, не приехали просто до Екатеринбурга. Потому что не только не надо обвинять российских болельщиков, это, может быть, болельщики... Они не доехали просто до Екатеринбурга, мы заблудились. Как некоторые говорят, уехали в Донбасс, там, через Донбасс ехали. Швейцарские болельщики. Навигатор завел, представляешь, куда... Но, посмотрите, да, матчи все равно. Я помню, мы говорили про какой-то чемпионат мира. По-моему, в ЮАР был. Если мне память не изменяет, и там все стадионы были пустые. Ну, какой-то топовый матч. Но, согласен, но в ЮАР были пустые трибуны. У нас только пока на одном матче были пустые трибуны. Не забывай, там все слишком жарко. Да ладно, они играли зимой. Зима была. У нас лето, а у них зима была. У нас зима какой-нибудь лет. Ярданцев был в этой. Стоял чуть не в шубе там вел. Там 12 градусов было у некоторых городов. Согласен. Кстати, по заполняемости интересный факт. Я прочитал тут недавно про американский стадион МЛС. Там их стадионы минимально, ну, в среднем имеют вместимость 70-80 тысяч. Но последний верхний ярус, он может скрываться. То есть крыша надвигается, и остается только 45-50 тысяч. И в случае, если продано 52-53 тысячи билетов, они все равно закрывают ярус. И садимся ниже, да? То есть оставляют полный стадион, не продают эти 3 тысячи билетов, которые как бы сверху, чтобы была заполняемость, картинка и атмосфера. Неумно. Молодцы, молодцы. В марке никто не отменял. Друзья мои, давайте вот что обсудим. Смотрите, признанные фавориты, да? У нас еще, кстати говоря, впереди матч сборной Англии, чтобы мы посмотрели. Еще у нас матч Японии будет играть. Польша еще не играла. Польша еще, да. Посмотрим, чего и как. Но по тем моментам, кто уже сыграл. Португалия, Испания, мы обсудили, да? В Бразилии. Команды, да, идут, скорее всего, все-таки, скорее всего, они выйдут. Давайте поговорим о Франции. Франция, мне кажется, самый, такой, черт в табакерке. Они молодые. 22 года. Средний возраст, да. 22 года средний возраст команды. Что мы можем сказать о Франции? Перспективная команда, которая будет доминировать потом на следующих чемпионатах и будет сыграть. В этом вряд ли. Нет, ты знаешь? Нет, подожди, Женя, я с тобой подспорю. Понимаешь, она, по одному матчу мы не можем судить, потому что не все команды подходят сейчас, допустим, именно к этим матчам, как вот наша, может быть, Черчесов сделал ставку на то, чтобы вот именно в этих трех матчах как-то набрать больше очков, выйти в 1-8 и выполнить галочку поставить, выполнили задачу. А Франция, может быть, действительно надолго работает, они смотрят подвести хотя бы команду к 1-8, к полуфиналу, к 1-4 хотя бы в тонусе, понимаешь? А сейчас, ну, пускай, я не уверен, что... Нет, о чем мы говорим? Посмотрите, в сборной Франции там есть и Пагман, и Гризман. Там очень сильная команда, да? Команда, да? Она подвижная. Мы посмотрели, какие скорости. Атлетичная. Атлетичная команда. То есть, я не знаю. Кстати, Бельгия мне сегодня понравилась. Бельгия 3-0, хотя выиграла там не у самой сильной команды. Но Бельгия тоже, посмотри, какая атакующая у нее линия. Очень интересная. Как раз Бельгия в темной лошадке бы и записал. Лукаку, которого 39 лет, по-моему, попортить. Ну, а забил? Два мяча. Франция, кстати, по-моему, у нее самый дорогой состав на этом чемпионате. Да? По именам. Там Гризмана сейчас везде. Миллиард евро у них состав стоит. А у нас, кстати, тоже самый дорогой теперь выходит в Францию. Ну, в Португалии стоит ли Криштиана? Ну, а все остальные ничего не стоят. Поэтому спросил, а кто помогать будет Криштиану? Ценник на Головина поднимается, мы тоже скоро выйдем. Да, от миллиардов. Это единственное расстройство от этой игры, что... Я честно скажу, я не делаю ставок в определенных организациях, но мне кажется, что вот хочется ли поставить? все-таки верить, что Франция сможет выиграть чемпионат мира. Мне почему-то очень хочется. Может такое быть, да. Давайте вспомним Италию. Помнишь, сколько чемпионатов Италия там еле-еле пробивалась, выходила из группы, Пенальти левые. Да, а потом постоянно в финале играла, там то выигрывание, выигрывание, в финал выходила. Нет, все равно Россия не футболная страна. Видишь, Германия, Бразилия, Аргентина, все свои матчи... Темная лошадка – это Россия. Хорошо, давай по поводу Аргентины. Месси, все тот же великий, все тот же могучий, все тот же ужасный. И не забивает пенальти. Месси, зависимость. Они играют тоже. Ты посмотри, они ищут тоже его. Ну, а Бразилия... Я посмотрел, они все ищут Неймара. Все ищут Неймара. Ну, Неймар... Ты нормально видел, он ножку... А что ножку? Его били вчера так, что... Били, да. И он постоянно, боялся, что травм получит в первом матче. Ты нашему совету же бить одного товарища из Египта, чтобы он тоже боялся. А сегодня, кстати говоря, проскользнул в эту мысль. Не, а что бить-то? Не выходи тогда, если боишься травму получить. Что же делать? Это футбол. Все равно стыки будут, понимаешь? Ну, естественно. Смотрите, Бразилия, Швейцария, 1-1. Тоже мы вчера посмотрели, да? Ну, швейцарцы... Я не скажу, что они отбивались так же, как мексиканцы, кстати говоря. Потому что мы говорим, что Мексика, 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 выносили, что называется. А швейцарцы все-таки огрызались, и у них были возможности... А кто забил-то, ты знаешь, швейцарцев? Да, да, да. Я-то знаю. Человек не входил в состав великого российского клуба. Так. Амкар. Да. Царство его небесное. Тосно. Да, и тост царство. И вышел, и забил. Давайте бразильцы скажем честно, бразильцы, конечно, немножко спижонили, когда гол забили. Они сбавили обороты, и они как-то стали играть такой скучный футбол. Вот мне неинтересно было смотреть опять вот эта барселонская игра, вот эта гонбольная. Вот перепасовывают, ставят только штрафной. Ребята, если вам ничего не надо, я не знаю. Мне интереснее, действительно, Португалия, Испания, интересно было. Даже Германия, Мексика тоже интересно. Европа. Ну, Европа. А интересно было смотреть Аргентину, Бразилию? Нет? Да, я с тобой согласен. Я чему говорю, что вот... То есть латиноамериканские команды пока не радуют. Пока да, согласен. Кроме европейских. Я, может быть, не переживал бы больше в этом чемпионате, допустим, за, может быть, Мексику. Зачем тебе переживать за Мексику? Потому что за Исланию переживай. У вас Исландец приходит. Импорт и Киев еще никто не отменял. Сборная, да, ведь Исландский приходится искать. Сейчас подписал контракт. Вот, вот, переживай за Сигурс. Конечно. Они там все Сигурс. Йогунсон, Воронинсон. Переживай. Хорошая команда. Мне очень понравилось. Все-таки вот так, ставка сделает. Исландия, Исландия, Жень. Конечно. простите вы. хватит уже. Какая Исландия? Хотя Исландия, кстати говоря, на 12 месте, на секундочку. На каком России, скажи? В УЕФА, в рейтинге УЕФА. 70 место. Нет, это ФИФА. А, ФИФА? Да. В УЕФА там... А в Исландии на 28 ФИФА, это не говоря. Нормально, все выше у нас. Конечно выше. Конечно выше. Давайте, чего мы ждем от футбола, по крайней мере, на групповом этапе? Будут ли игры, на ваш взгляд? Хотя мы еще, конечно, это обсудим в следующей программе, когда уже будут какие-то результаты других матчей. Каких других матчей? еще второе, и завтра Россия. Еще одна группа не сыграет. Еще одна группа не успеет сыграть. третий матч. Да. Нет, в понедельник. Следующий. Да, и у нас передача будет во вторник. Да. Чего ждать? Чего ждать от остальных команд? Чего мы ждем прежде всего от фаворитов? Германия, Бразилия, что у нас там? Аргентина. Не, ну, я думаю, кто-то из них может быть даже оступится. Олег, вот честно, как ты знаешь, так вот. И прямо вот как Франция на прошлый чемпионат мира. Даже из группы не вышло. Одна из команд может, вот из таких, с первой восьмерки. возьмем в первой восьмерки, там даже Франция, там Бельгия. Я думаю, кто-то может не пройти. Это будет катастрофа. Особенно, да. Ну, то Аргентина проблема серьезная. У Аргентины проблема, да. В Бразилии, вальяжная, я не понял, да, вроде вспомним товарищеский матч, они там всех под сухую, да, здесь приехали. Вот тебе, пожалуйста, да, вот тебе товарищеский. Мы же проигрывали все товарищеские, а тут, видишь, 5-0. Это да, я помню, как мы товарищеские проигрывали, а потом приехали Чехию, сколько мы там, четыре, один обыграли, да, потом поехали домой. Не надо грешить. Это правда. Давайте вспомним, когда же все-таки сборная команда России проведет свой следующий матч на чемпионате мира и кто будет нашим соперником. 19 июня в 21.00 Египет, Россия. Чуть было не сказал, египетская сила против русского духа. Да. Сергей, Салах это единственный игрок, которому стоит обратить внимание. Или все-таки Египет нам не ровня? Я так скажу, что действительно мы посмотрели же матч Египта, то есть Египет действительно выглядел не очень бледненько, без его лидера. То есть команда Салаха, можно так сказать. И в каком состоянии Салах и как он будет играть, тем более, я думаю, он практически не тренировался так последние дни только начал. Первая игра будет у него после травмы. Первая игра после травмы. Не знаю, не знаю, какому состоянию. Но все равно это придаст силы. Если сыграть с ним пожестче в начале, плечико подставить потверже, я думаю, что он будет в следующих эпизодах играть ну, скажем так, соберетесь. А вы смотрите, кстати, какая мне мысль сейчас пришла? Вот Сергей сказал, Салах, мы говорим Роналду, в Аргентине мы говорим Месси, Неймар, в Бразилии Неймар, слушайте, а в России ну, головин, конечно. Теперь стал. Да, слушайте, а не теряем или мы вообще сборные, как сборные. У нас, получается, мы обсуждаем только сборные в круговороте какого-либо лица. Вспомните, раньше были сборные. Мы могли всех там по 3, 4, 5, 6 человек сборных. Всю сборную Аргентинному сборному в 86-м году субисарет Олег, я не соглашусь про Россию, а Акинфеев у нас есть. Да нет, мы сейчас говорим про сборную. Я про сборную, про личности. ну у нас, почему головин. А Акинфеев ничего не показал. А что показал головин в одном матче только, да? А он парень молодой, там могут быть спады, вспомнится ИСКА. Все можно. Мы сейчас говорим не об этом, а что мы говорим один игрок в сборной, который мы можем обсуждать. Все остальные, ну, назови мне в Египте кроме Салаха кого? Не, ну я вообще никого кроме Салаха не знаю. А в Аргентине? Хорошо, в Аргентине кто? Два-три человека назови. Ну ладно, там Маскирано можем назвать. Там еще это. Но раньше мы называли, я говорю, что по 8-9 человек мы называли свободно. Сборную Франции, как пойдешь, все эти Джаркаев, Кантонарий, Англии, там все эти. Молодость вспоминает свои. Ширры и так далее. Чемпионаты, начиная где-то так вот, хорошо помню, от 74-го и выше, да? До 90-х годов меня действительно разбуди, я мог любую состав, любую сборную. Ну, таких из известных сборных назвать. Даже польскую сборную, помню, в футбол играли, там знали когда-нибудь. Шиштак, Сбигнев, мы все помним. Третье место заняли там Ляту, еще кто-то у них, вратарь был бы интересный такой с усами, сейчас уже не помню. Но все равно мы это, я знал действительно тогда. Вот, сейчас что происходит? Учитывая, что раньше у нас информация была только, в общем-то, из советского спорта. Да, из газеточки. И все. Футбол-хоккей. Да, и футбол-хоккей. А сейчас все, что надо, интернеты, программы, передачи, прямые матчи со всех лиг, Европы и мира. Да нет, ну это мы не знаем. А мы не знаем никого. Илья, спроси, Илья, наверное, знает. Ну хорошо. Илья, знаешь? Ну вот так вот. Ну, есть вот тоже есть две сборные, которые не вписываются в эту концепцию. Первая какая? Ну, Россия? Нет. Ну, не знаю, тогда. Хорватия? Германия и Бельгия. Ну хорошо, я Германию, может быть, назову. Ее тоже. Назову, да? Там Риулеров, Драккеров и так далее. Атакующую линию, пожалуйста. Ну хорошо. Может быть, Хорватия. Там сейчас тоже шикарный состав, да? А Сербия? Сербия в меньшей степени. Тоже шикарный гол забил. Ну, я сборную Бразилии не могу назвать. Да Бразилии тридцать состава. Ну, конечно, мы можем назвать. Ну, а, Динамо в трех. Да, Тиагу Силу. Все. Кто справа в обороне играет в сборной Бразилии? И все, и мы встали. Друзья мои, давайте еще поговорим о матче... Педро. Педро, точно. Мало ли Бразилии. Не ошибешься, если ты становишься Педро. Давайте сделаем небольшие прогнозы на матч Египет-Россия. Илья, что будет в этом матче во главе, как говорится, стола? Почему-то есть ощущение, что Россия победит. Россия победит. Ну, все, мы заканчиваем. Женя пускай скажет. Заготовил бомбу. Давайте завтра просто соберемся и вместе посмотрим этот... Ну, ты счет скажите, тебя спрашивают? Я думаю, что ничья будет. Небольшой счет, скорее всего, 1-1. Я тоже думаю, 1-1, скорее всего, небольшой счет будет, но ничья. Я думаю, что 5-0 сборная команда России не сыграет. Танком по всем. Помните, какие пошли сразу после игры? А мы... Можно и все остальные игры с Саудовской Аравией сыграть? А когда следующая игра с Саудовской Аравией? Я думаю, что Египет мы должны обыгрывать. В Питере огромный стадион. Мы знаем прекрасно питерских болельщиков. Как они умеют поддерживать «Зенит», как они умеют поддерживать футболистов. Там не только питерские же были. Нет, конечно. Не имею в виду вообще. Там есть футбольные традиции. И мне кажется, стадион Питера, сколько он там, 70-тысячный, или около того. Илья, помню, он был. Ну, около того. Около 70-тысяч. Второй по величине после Лужников. Да. И мне кажется, ну, никак наша команда не может проявить себя вне лучших своих традиций. Победных традициях. Встречаемся в следующий вторник и обсуждаем матч России и Египет, ну, и все остальные матчи. И кто, возможно, уже после второго тура будет реально ожидать своих соперников в одной восьмой финала. Ну, а пока болеем за наших. Пока. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова